Те из вас, кто все-таки хотя бы немного интересовался совершенно поразительной экзотической культурной традиции Китая, может быть, когда-нибудь встречались с его особой философией семьи, в которой четко обозначены пять основных постоянств. Это буквально китайское устойчивое реалие. Пять постоянств в этом уставе семьи, в этом среде пяти постоянств. Первый – это отец, который ответственен за долг и справедливость. То, как понимают вот эти социально-психологически значимые реалии в китайской культуре. Второй – это мать, которая персонифицирует идею Мила, Сердия. Третье – это старшие братья, которые отвечают за дружескую опеку в отношении младших. Четвертое – это младшие, которые непременно уважают старших. И пятое – это знаменитый принцип Сяо, о котором я очень можем подробнее скажу пару слов, который означает практику в семье знаменитого, может быть, самого главного принципа китайцев с точки зрения коммуникации между уходящими и неприходящими поколениями под названием Ли. Принцип Ли – это почитание старших, причем живых и ушедших старших. Но китоведы, размышляя об этой философии китайской семьи на основе пяти постоянств, все время отмечают то, что можно обозначить в контексте бунинских аллей, такой примечательный дефицит любви. В этом уставе нет упоминания о любви. И я хочу просто обратить внимание, потому что, безусловно, критическое ваше внимание, потому что вообще, если попытаться всмотреться, вот сложные, чрезвычайно сложные, и, как правило, в общем-то, наверное, все-таки экзотические для европоцентрического или евразийского отношения к традиционным ценностям внимания, в китайской культуре странным образом отсутствует то, что можно хотя бы условно назвать инфраструктурой любви. И, с моей точки зрения, здесь есть о чем подумать, потому что, если все-таки исходить, ну вот из тезиса уважаемой юной коллеги, о том, что эрос – любовь, эрос – это древнегреческое понятие, которое просматривается, прежде всего, как, с одной стороны, сила, созидающая из хаоса космос, а с другой стороны, с точки зрения, ну, скажем, эстетики, философии и мифологии античности, как то, что удерживает космос в равновесии. Нарушение кризис или обрушение эроса по вине, безусловно, тех, кто проникнут эросом, ведет к обрушению космоса в новый хаос. Вот, если хотя бы немного подумать о том, почему все-таки вот этот странный дефицит любви, то хоть в какой-то степени можно хотя бы предположить, потому что я сразу же вам говорю, что я не могу разгадать тайну китайской культуры. Я пытаюсь это сделать. И вот организаторы этого лектория попросили об этой попытке хотя бы немного рассказать, но для меня это серьезный вопрос, поскольку с точки зрения хотя бы повторяющего вас космогонии эроса или тайны любви, как заглавного движка бытия вспомните концовку божественной комедии Данте Алигее. Любовь, что движет солнце и светило. Любовь не просто психофизиологическая устремленность. Любовь, с точки зрения вот этой, ну скажем, не только ренессансной учености, но и всей предшествующей. Любовь – это главное силовое поле бытия или главные силовые поля бытия. Но в этих полях все время решающим фактором любви является то, как человек в конечном итоге пользуется или инструментализирует эту энергию любви в гравитации жизни или в гравитации смерти, употребляя метафорику Анни. Китай, с моей точки зрения, с самого начала ставит нас перед проблемой невозможности. Прежде всего, невозможности герметической. Герметическая означает то, что связано с проблемой понимания. Можно Китай интерпретировать, толковать, пытаться объяснять, но понимание в философском отношении или, скажем, в гуманитарно-эстетическом отношении, понимание – такая категория, которая вообще трудно объяснима, она событийна, она случается. Понимание всегда со-бытие с чем-то. И поэтому, чтобы понять, например, Китай, это вам как понять другого человека, вам нужно пережить его истину вот в событийной процессуальности. Но вот в любви, например, это может происходить. Любовь, в принципе, основана вот на этой событийной понимательности. Во мне не только ум понимает, участвуя в понимании другого, во мне одновременно участвует всему естеству. Вообще, с точки зрения, например, христианской антропологии, любовь – это первое условие для понимания истины. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают в Боге, а Бог в нем. Это из послания апостола Иоанна. Всем хорошо, наверное, известно. Вот невозможность Китая можно преодолеть в двух случаях, с моей точки зрения. Первый случай – я просто хочу все-таки подготовить восприятие, потому что как там будет дальше, я не знаю. Мы же здесь собрались не для обмена знакомой информацией. Все то, что можно прочитать, можете прочитать. Здесь, в общем-то, я думаю, мы собрались, чтобы попытаться немножко понять все это удивительно, безусловно, и великое, безусловно, но очень исключительно загадочную культуру, которая, с моей точки зрения, все-таки все еще не сказала своего решающего и, может быть, даже последнего слова. Вот в этой драматургии истории, в которой мы с вами тоже сегодня участвуем. Вот в какой-то степени, может быть, предусловием, пониманием можно выбрать философскую концепцию довольно известного тем, кто занимается Китаем, мыслителя, жившего в очень важный период китайской истории, в период объединения Срединного Царства, Сюльдзи. Он жил примерно с 313 года, точная дата неизвестного рождения, до 238 года до нашей эры. Его, те, кто изучает китайскую философию, считают китайским Аристотелем. Значимость его огромна в философской культуре Китая. Сюльдзи был просветителем и гуманистом. Он пытался, имея определенное политическое влияние, его признавали, он, кстати говоря, происходит из царства Чжоу, и он в тот очень важный период пытался помирить правителей. Ему это удалось сделать на философской основе, но потом нашелся император, который, в конечном итоге, помирил всех силой оружия, то есть объединил Китай насильственно. Вот Сюльдзи, он ездил среди правителей ссорившихся китайских царств, Ци, Чу, Цинь, и пытался его убедить в том, что нужно дружить и быть единым. При этом он опирался в своем просвещении, в политическом аспекте также, он опирался на такой своеобразный, с моей точки зрения, очень важный синтез, который, я как раз, указывает как возможное предусловие. На синтез между дасизмом и конфуцианством, о котором я поговорим немножко поподробнее, чуть позже, считая о том, что следование, потому что для китайцев до сих пор является чрезвычайно значимым, это называется, ну скажем так, предзаданный путь вселенной, под названием, хорошо бы известно, Дао. Так вот, следование от пути Дао возможно только тогда, утверждает Сюльдзи, если сердце предварительно сделать пустым, это статья называется Сюль, в китае не специальный иероглиф, то есть нужно из сердца, согласно Сюльдзи, изъять все предпонимания, изъять все предмнения, все предрассудки, и только тогда, возможно, ну скажем, пережить и последовать Дао. Кстати говоря, почему это важно? Потому что политические распри и кризис Срединного царства в Китае странным образом отражают вот эту философскую антропологию Сюльдзи, поскольку до этого, до этого обе самые известные философские теории Китая, Дао Сизм и Конфуцианство, они вообще всегда исходили из понятия наполненного сердца. Это принцип Ши Синь у китайцев, то есть сердце, которое уже знают. Это примерно так, как поют романтических песнях Listen to your heart. Там уже есть, ну скажем, знания, которым ты просто должен последовать. Для Сюльдзи единственная возможность для Дао это вот выход в пустотность. Выход из наполненности сердца в пустотность условия такие и тогда возможно это сердце наполнить энергией Дао каковая позволит мне понять путь и пойти по нему. Вот что здесь важно? Здесь важно нечто, что, по моей точки зрения, чрезвычайно важно сегодня. В нашем мире я не знаю, как вы его оцениваете, мы не раз попытались про сегодняшний метод говорить, чтобы хоть как-то актуализировать все то, что происходит здесь немножко в библиотеке у нас. если вы попытаетесь вот мою диагностику, основанную, конечно, на диагнозах разных философов, там их много сейчас, и, конечно же, на личном опыте сегодняшнего мира, я считаю, что сегодня, я уже про это говорил как-то раз, сегодня мир какой-то особой антропологической сгущенности, сегодня мир безусловно гениев, сегодня мир какого-то, ну, гений может быть, как вы знаете, убительным, гений может быть спасительным, но эта гениальность связана прежде всего с тем, что я считаю, что вот этот современный культурно-циализационный тип человека, он является каким-то очень трогным, потому что все индивидуализировано, трогным сгущением различных антропологических архетипов, которые сложились в предшествующей истории, и вот эта архетипика означает, во мне есть вертикаль, которую я часто просто не могу постигнуть своим самосознанием и своим психоанализом, но эта вертикаль настолько невероятна, она является, повторяю еще раз, таким сгустком, сингулярным, в котором аккумулируется вся предшествующая, если хотите, история, говорят изгон китайцев, моего генеалогического древа Ли, и поэтому мертвые во мне, наши мертвые меня не оставят в беде, кричит Высоцкий, вот, если, и во мне одновременно будущее вот этой архетипики, но если я нахожусь в, вот, в круге какой-то архетипической сгущенности, мне очень трудно выйти за предел этого круга и начинать разговор с кем-то, вот, если хотите, тот кризис Срединного царства, во время которого жил Сюинзы, он в какой-то степени и связан с тем, о чем я немного говорю, потому что, когда теряются межчеловеческие, межнациональные, межкультурные возможности диалогики, когда нет интерсубъективных скрепов, начинается война, или тихая, она связана с нелюбовью, с ненавистью, со злобой друг к другу, или даже, как вы понимаете, глобально, первая, вторая, третья глобальная, если допустим, это очень серьезный момент, и вот Сюинзы говорит, надо себя из этой архетипики в какой-то степени, потому что это может быть архетипика погубления, но если привлечь к какой-нибудь психологию, это может быть психология архетипов Карла Густова-Юнга, который, кстати говоря, благодаря переводам своего коллеги Виргельма Рихарда, он первым перевел тайну «Золотого цветка», такого эзотерического трактата китайцев, в какой-то степени тоже, вот здесь упоминание Юнингу местно, потому что Юнг читал, что во мне, во мне спрессована вся бессознательная история мира, и если я с этой археологией моей субъектности не разберусь, то определенные этажи этой археологии, не доведенные до ясного осознания, они это губящие архетипы, например, черное анима, или там другие, это все можно прочитать, они станут, они приведут, во-первых, к тому, что называется мегаломания, то есть завышенное представление о самом себе, это абсолютно диагноз гениальность может быть разрушительной, но и для меня тоже, повторяю еще раз, вот эта пустотность Сюнзы, она в этом контексте чрезвычайно, повторяю еще раз, чрезвычайно знаменательно, вам решать, собираетесь ли заняться этой пустотностью или нет, но хотя бы, я считаю, что это может быть в отношении таких экзотических культур, как китайская, это безусловно одно из условий, но с моей точки зрения, это вообще условия учебы, если я прихожу уже находясь в гамитационном поле своего признания, предменения, какой может быть разговор, начинается крик и ссора, коммуникация невозможна, вот, что важно еще на фоне Сюнзы, конфуцианство и доосизм все-таки исходили из того, что сердце негубительно, видите, по Сюнзы сердце нужно опустошить, потому что его содержание уже губительно, и, а, например, с точки зрения Дао, сердце, через сердце человека проходит ось мира, то есть сердце это это та гравитационная точка, которая позволяет все-таки миру, ну, вот, совершать путь Дао правильно, в конфуцианстве вся система социологии конфуцианской, конфуцианская философия, это философия интерсубъективности, того, как надо правильно жить друг с другом, тоже построена на идее, в какой-то степени близкой к идее некоторых просветителей, о том, что человек по природе добр, это, например, Жан-Жак Руссо, теория естественного человека, что человек по природе добр, потому что природа добра и гармонична, и поэтому нужно просто эту естественную доброту поддержать, развить, но не разрушить, например, неправильными науками или неправильными искусствами, Жан-Жак Руссо все, наверное, хорошо известен, вот, так считал конфуций тоже, мы поэтому так любим детей и доверяем, потому что в общем современные либерально-демократические педагогики они ориентируют на то, что ребенок изначально все-таки хороший, вот Сюнь-Зы он читал уже то, что в этом его серьезное отличие, например, от конфуция, что человек по природе своей уже не добр, то есть случилось антропологическое вот искривление, этим он отличается, все отменяется, видимо, так можно хотя бы отнестись к тому, о чем говорит Сюнь-Зы второй аспект, второе условие, я вам очень кратко упомяну, если повторить, второе условие, оно очень современно, вот я вас немножко готовлю к кратко упомяну, второе условие, оно у китайцев отсутствует, по крайней мере, только может быть, если попытаться это второе условие найти в системе дзен-буддизма, китайцы восприняли буддизм, кстати, говоря, в самом деле, Елена в прошлый раз правильно это отметила, но они восприняли его все-таки в ключе близком к наасизму, в ключе, который более всего близок к дзен, а дзен все-таки означает прежде всего то, что можно свести к пониманию на основе мгновенного озарения, то есть я не понимаю, не понимаю, и поэтому все дзен-педагогики это педагогики внезапных и нередко парадоксальных провокаций, то есть, например, взять и отрубить палец ученику, если он не понимает, и когда он не понимает, например, я ему показываю, как Платон показывает на фреске афинская школа, показывает, вот туда, а ученик говорит, я не понимаю, я не понимаю, тогда подойти и отрубить ему палец, и убежать, и убегая, повернуться и сказать, а сейчас понимаешь, и может быть, он поймет, потому что, согласно одной из легенд, ученик понял, когда ему отрубили палец, но палец лучше потерять, чем еще жить, прожить, согласно цен, в темноте, в темных аллеях, вот, с точки зрения, может быть, современных попыток вот эту теорию понимания, это, наверное, ближе всего к тому, если вы немножко знаете философию, вы самое малость, она сегодня очень массовая, популярная, это то, что, наверное, все-таки ближе всего пришло к философии, Мишель Фуко, он переведен на русский язык, такой французский мыслитель, и Фуко все время говорит о том, что мы перестали понимать, у нас умерла субъектность, то есть, субъект мертв, это знаменитый тезис Фуко, и он считает, что поэтому история стала историей безумия, и современной стала клиникой, это его вокабуляр, его риторика, и он считает, что нужно произвести операцию под названием трансгрессия, подумайте о ней, трансгрессия означает, я изначально нахожусь в ложной субъектности, но у меня есть шанс, предпринимая усилия, если, конечно, я это захочу, если я в этой ложной субъектности, ну, скажем, не освоюсь в комфорте ее, просто растворюсь в ней, сяду перед телевизором, возьму кубку, корн и пиво, и буду спокойно растворяться, если же я предпринимаю усилия в отношении трансгрессии, то я, согласно Фуко, должен дойти до предела своей субъективной, до предельности своей субъектности, до субъектной предельности, и вот вырваться из нее, как из тюрьмы. Это Фуко. Этот метод его и называется трансгрессия. Я почему к нему отношусь очень серьезно? Потому что я сам по себе тоже думаю, я же простой еще в общем. Мне это очень важно разобраться. Я точно знаю, что у меня такая предельность очень важна. И поэтому, если вы все немножко с китайцами разобраться при помощи моих, то ничего не житить такого. То, что уже было раньше, тут будут провокации и вопросы. А вам, я надеюсь, самим предстоит разбираться в этих вопросах. Конечно, у меня складывается определенная картина Китая, я про него тоже много думаю, тем более, что у них такая удивительная пейзажная вирика. И вы, наверное, знаете, одного из самых известных лириков, он относится к мировой литературе. Это вообще признано. Это Либо из 8 века, нового лета исчисления. Вы можете прочитать его в переводе на русский. Удивительные, прекрасные, совершенно стихи. Вот, например, одно из них под названием «Смотрим на водопад в горах Мушань, за сизой дымкой вдали горит закат, межонагорные хребты на водопад, леди на соплачных высот сквозь горный лес, и, кажется, то млечный путь упал с небес и перевоз такой хороший на русский из-за Горянова». Вот, простой, кажется, созерцательный такой, но очень важно в том смысле, что все-таки китайцы странным образом, с моей точки зрения, и вот эта лирика Либо это доказывает, китайцы почти не пишут про любовь, особенно мужчины. Есть немножко женской любовной лирики, а вот мужская лирика, она почему-то все время пытается раствориться в окружающем ландшафте. Она вся экстравертна, как будто бы внутри меня ничего нечего искать. И вот Либо в этом смысле удивительный тоже представитель вот этой мужской сдержанности, если хотите евротической, ну или там другой сдержанности. И в этой связи китайцев, в том числе в политологии, нередко метафорически называют затаившимся или тигром, или драконом. Как будто бы затаился. И если вы хоть немного знаете современную политологию, то вот эта вот знаменитая карта Самюэля Хантингтона, которую он составил в 90-е годах, когда написал свою большую работу «Религион на русских языках», называется «Столкновение цивилизаций», где он выделил, ну скажем, основные с его точки зрения мировые регионы, корневая система, которых основана на традиционных ценностях, в том числе религиозных, беззависимо того, атеисты или не теисты. и среди этих мировых регионов, ну скажем, Россия занимает, конечно, особое место с теми странами, которые относились к славянскому мировому региону, но вот Китай, вот занимает совершенно особое место, повторяю еще раз, и Китай стал, как вы знаете, за последние десятилетия одной из ведущих экономик мира, сегодня уже пытается достаточно серьезно юань претендовать на поменьше мере параллели с торжествующим долларом, победившим там всех нас, надеюсь, надолго, по крайней мере, но что это? Потому что, ну скажем, с Россией нам еще разбираться, надеюсь, вы будете с ней разбираться, потому что мы свою культуру все-таки еще как будто бы согласились с Тючином, что вот умом Россию не объять, а шином в общем не измерить, в ней особенное стать, в Россию можно только верить, ну хорошо, верьте, но любите, потому что если не понимаю, то я должен хотя бы любить, для того, чтобы верить, а не ругаться все время, про Россию нужно сильно вдумать, нам же, сами понимаете, сами чувствуете, что страна великая, как вот ее любить и как с ней быть, это вам решать, ребята, это очень важный момент, с Китаем еще, наверное, сложнее, потому что сами китайцы все-таки затаились, в самом деле, у них нет, если в русской традиции есть, скажем, сочинение под названием «Русская идея», Соловьев, Гердяев, как будто они пытаются сказать, что вот Российский, вот это, вот это, или Достоевский, у китайцев таких работ нет, они как будто говорят, а мы, это не ваше дело, они как будто бы в самом деле находятся в ситуации принципиальной закрытости для мира, символом чего, является, может быть, какой-то степени, вот эта знаменитая, идущая по северной, старой границе Китая, Великая Китайская стена, ее протяженность, ну, почти 9 километров, простите, почти 9 тысяч километров, 8 851 километров и 900 метров, она была построена вот в 3 веке до нашей эры, как раз в период той эпохи, которую обычно называют эпохой воюющих царств, это 5 век, и закончилась эта эпоха объединением Китая, в 3 веке до нашей эры, в 1-й половине 3 века до нашей эры, эта стена была вроде построена как защита от хуну, ну, от гунов, гуны, вы знаете, всю Европу привели к великому переселению народов, что, в общем, повлияло на фактически современную геополитическую карту Европы, гибель Римской империи и создание вот новой Европы, средневековой Европы, и главным катализатором этих процессов были гуны, а гуны пытались ворваться и в Китай, но китайцы от них защитились. Но одновременно, это отмечается тоже китоведами, одновременно, конечно, эту стену не зря называют длинной стеной в 10 тысяч ли. Ли – это принцип, о котором будем говорить, позже я даже его вывел, этот принцип, на слайд. Ли означает защита собственной внутренней уникальности, которую ни в коей мере нельзя растворить через варваров, через воевателей, уникальности, на которой основана вся система жизни, включая психологию с компонентом бессознания, включая поведение и включая все, скажем, все государственно-политические движения. Сохранить Ли ни в коей мере и поэтому китайцы отмечают, что, конечно, китайская стена там именно была для того, чтобы население Китая срединного царства, это царства, которые теснятся или которые прижимаются к Хуанхе, чтобы они, например, не ушли с территории, с границ этого срединного царства. Они должны пребывать в пространстве 10 тысяч Ли. Эта стена, в общем, имеет отношение и к знаменитому императору Цинь Шихуанди из династии Цинь. Именно он начал жесткое, но все-таки значимое для тогдашнего Китая объединение. Фигура этого Цинь Шихуанди вам наверняка хорошо известна в контексте его знаменитой терракотовой армии. Это одно еще и сцветов, недавно открытых, потому что этот погребальный комплекс периметром 6 километров был обнаружен в общем, недавно, в 1974 году. И он, конечно, поражает. Вы наверняка много о нем слышали и видели по телевизору. Это более 8 тысяч полноразмерных статуй воинов, лошадей, повозок. И все это в одном мавзолее императора Цинь Шихуанди в Сиране, где также есть бронзовая колесница с этим императором, с его изображением. Цинь Шихуанди любопытен и в духовном смысле. Цинь Шихуанди интересен как нечто, что, с моей точки зрения, тоже дает повод серьезно думать о тайне китайской культуры. Шихуанди, живя уже в эпоху, ну скажем, стремительно меняющегося Китая, Шихуанди знал, что человек бессмертен. Но он свое знание не переживал дистанциально, поэтому он искал бессмертие. Буквально искал, будучи, обладая мощнейшей властью, и он заставил множество книжников, ученых, их очень много в китайской традиции, он заставил написать трактаты, посвященные теме бессмертия. Он их прочитал и отверг. Его называют горизонтальным средополитарным бессмертием. Он стал путешествовать к восточным островам в попытке там, в этой горизонтальной бытии, отказавшейся в вертикале, найти тайну бессмертия. Кстати говоря, прежде чем отправиться в эти путешествия, он, это было очень важно с традицией китайской культуры, китайская культура это все то, что написано, нельзя сохранять, нужно обязательно сжигать. Слово имеет материальную силу. Если особенно слово неверное, поэтому китайцев, это даже заставили наши китоведы, например, самый известный китовед Василий Михайлович Алексеев, он, наверное, в 54-м году прошлого века, вот он все время писал и ездил, еще он застал урны официальные, то есть публичные, где, если вы что-то пишете, вы должны после этого сжечь, чтобы слово не осталось как факт материальной среды, действующей по самому непосредственному образом. Так вот, он сжег все книги этих 450 книжников, а потом их шевьем закопал в землю. Китай, это осевая культура, и если вы попытаетесь проблематику этой осевой культуры хоть немного с точки зрения европейских историографий или культурологии оценить, то она, во-первых, абсолютно уникальна, это осевая культура, то есть это особая ось мирового пространства китайская культура, абсолютно оригинальна, ни с чем не сравнима, автохтонна, то есть саморазвивающаяся из глубинных недр. И те известные историки, например, Шпенглер или Арнольд Тойбе или Макс Вебер и другие, они в общем всегда отмечали вот эту осевую специфику китайца со всеми не схожестями, непохожестями во всем. Ну, например, у китайцев нет идеи Бога-творца. Что, ну, например, очень симпатично многим современным ученым, например, Фрэнсис Кольнс, один из участников знаменитого проекта Геном, благодаря которому была создана вся карта ДНК. сегодня можно клонировать человека. Последний проект, которым пытается заниматься современная наука, вы, наверное, про него тоже слышали, связан с попыткой описать, описать, создать карту головного мозга, то есть расшифровать нейронные связи. Это займет по меньшей мере, зависит от компьютеров, оценки разные, но по меньшей мере может быть лет 10, может быть быстрее, если будет суперкомпьютер супер, потому что математически это все возможно. Если будет создана карта головного мозга, тогда можно будет создавать искусственного человека, как вы понимаете, это нечто проблематичное, но в принципе с точки зрения технологии это возможно. Но Фрэнсис Коллинс один из тех, кто создавая, ну скажем, геном, во-первых, был против планирования человека, во-вторых, то вот как раз эту китайскую идею самодвижущегося, ортогенетического мира, в общем, принимает. Он считает, что существует принцип Бога, только на основе этого принципа можно объяснить, ну например, сложнейшую структурность ДНК, и поэтому его называют эволюционистским томистом, или эволюционистским теистом, то есть человек, который приписывает эволюции, это близко к Ньютону, если вы немножко знаете Ньютона, то, что все-таки есть творец, вот у китайцев странным образом идея вот творца безымянного, который, однако, не сотворил мир, он просто-напросто его пнул за там, она есть. И вот это не похоже, повторяю еще раз, нет идеи Бога-творца, но есть первопричина, первоимпульс, первоинициация, у китайцев она называется, имеет свой собственный героглиф, называется Тай-И, в переводе великое изменение. Что это за изменение? Кто является или что является вот этим первоимпульсом, первотолчком, задавшим вот вселенную? Конечно, у китайцев совершенно уникальный театр, ни с чем не сравнимый, я имею в виду, с точки зрения его структурности и приемологии, системы приемов. Уникальная литература, абсолютно особая архитектура, ну, скажем, которая, однако, тоже чрезвычайно знаковая, например, их знаменитые коньковые изгибы настроения, которые с точки зрения китайской архитектоники, кроме всего прочего, признаны тому, чтобы катапультировать назад летящие на жилье духи. Китайский мир это мир полно незримых духов, и они в том числе эти духи атакуют, скажем, жилье. Вот, ударяясь о коньковые изгибы, они на гигантской скорости, буквально вот, как на большом трамплении, они попадают на крышу, потом и улетают назад, потому что динамика мощнейшая, и она выносит, вот, благодаря этой особой иннации, выносит духи назад, от жилища. У китайцев совершенно особое парковое искусство. написано сотни книг, может быть, тысячи, потому что все, у китайцев, как вы знаете, совершенно особое искусство боя, боевое искусство, которое сложилось в первую очередь влиянием буддизма, но в любом случае абсолютно уникальное. У китайцев совершенно особая каллиграфия, кухня, система иероглифики и так далее, и так далее. У них все совершенно особое. И прежде всего поражает во всей этой особенности китайской совершенно удивительная стабильность, которая сложилась и продолжалась ну скажем по меньшей мере полторы тысячи лет. Если не считать времен смуты, после времен смуты Китай объединился, сначала Шихуанди объединил, а потом династия Хань захватила власть в Китае. Китайцы называют себя не китайцы, это мы их называем китайцы, они себя называют ханьцы. По этой династии, ставшей ведущей династией на протяжении шести веков, она была правящей в Китае, и последний император китайский был низложен только в 1911 году. И вот тогда кончилась вот эта стабильность. А стабильность очень интересная. Эта стабильность была связана с тем, что китайцы во-первых, несмотря на многочисленные завоевания, тюрки, маньчжуры, ну и другие, они приходили, эти завоеватели, вот в это Срединное Царство, и подобно в Адии они уходили в песок китайской стабильности. Они никаким образом не воздействовали принципиально на эти сто тысяч ли китайского Астрагинного Царства. И эта стабильность кончилась только лишь, повторяю, еще раз с началом 20-го века. Но стабильность как кончилась? Я имею в виду то, что Китай отказался, например, от философии механического сердца. Потому что эта философия механического сердца защищала Китай, вы знаете, наверное, даже из кино, посвященного боевым искусствам, боевым искусствам, например, Брюс Ли сражался, например, против строителей железной дороги. Потому что китайцы долгое время сопротивлялись всему тому, что было связано с научно-техническим прогрессом. Это было странное сопротивление. Они считали, что технизация ведет к механизации сердца. В европейской культуре больше всего сопротивлялись из последних прогрессу техническому романтики. Вот почему романтики, например, создали, ну, мы решили, например, создал образ Франкенштейна. Такая знаменитая романтика. Франкенштейн или искусственный человек. Или, например, Гоффман, он написал «Песочный человек», посвященный этой тени. Романтики боялись то, что техника превратит человека в механизм, в машину. Сначала из сердца внутри мы станем биологическим механизмом. То есть мы вроде люди, но в самом деле мы уже механизированы с точки зрения романтиков. А потом в конечном итоге дойдет до терминатора в духе Шварценегина. Вот китайцы очень боялись механизации и сопротивлялись ей всячески. Они были против, как это у них даже есть иероглиф, против механического сердца. При этом китайцы изобрели бумагу, книгопечатание на доске, они изобрели порох и ракеты, китайские фейерверки, например, фарфор, они изобрели бумажные ассигнации. Ну и разные другие вещи. Но все-таки они больше всего верили тому, что это проникнутые дао, дарующие человеку знаменитую энергию ци. На этом построена знаменитая техника цигун. Может, я ее кратко упомяну. Если вы пришли туда, то вы все-таки кое-что читали про Китай, если вам это интересно. Техника цигун это непопытная совершенно психофизиологическая система, которую называли Китай. Китайцы изобрели, например, и космос, но компас они использовали прежде всего не для того, чтобы чисто инструментально ориентироваться в мире, а изобрели для того, чтобы находить узловые точки в геоменте Земли. То есть компас у них имел такое универсальное духовное предназначение прежде всего. Магнетизм воспринимался прежде всего как важнейший не с точки электромагнитной теории физики, а как важнейший фактор духовной гравитации, в которой участвует человеческое сознание, человеческая психика. Китайцы считали, что гринизация ведет к паутинизации ума. Вот метафорика паутины вам наверняка хорошо известна еще с древних греков. Автономный ум это и есть ум, который плетет паутину как паука. Вот арахна стала спорить в этом искусстве качения самой Афиной. И отсюда вы знаете арахна обозначает паук. Арахна была побеждена Афиной и Афина превратила ее в паука. Арахнафобия означает паука боезнь. Вот китайцы боялись паутизации сознания. Но при этом повторяю еще раз несмотря на какую-то странную философию дао несмотря на фэйшу несмотря на цигун и так далее это не религиозность. А если религиозность какая-то очень странная загадочная об этом даже говорят отсутствие или бедность невероятно мифологических образов у китайцев. Ну например у них есть две женские мифологемы связанные с дао одна называется ушэн лаому что означает в переводе с китая нерожденная матерь. Но почему нерожденная? Именно нерожденная матерь есть то есть идентификация у дао. Но почему нерожденная? в какой-то степени я повторяю еще раз я потом постараюсь хотя бы кратко вам может быть указать на то что я связываю все-таки с этой нерожденностью матери. Но принцип дао это принцип повторяю еще раз мифологической персонификации которого является ушэн лауну. а что такое я все вам хорошо известно одно дело сказать что это просто-напросто мужской принцип в структуре бытия противоположный им но какая энергия какая направленность этого мужского принципа я что за этим принципом скрывается какой первый импульс как я воздействует на импульс и как что побуждает именно я подобным образом взаимодействовать с импульс что что ведет к тому или что является в основе того чтобы я например не разрушила импульс или не было поглощено импульс вот эти вопросы в какой-то степени остаются в какой-то степени загадочными где находится дао спросили двое познавших истину раньше спросили цао го дзю дао там указал на небо цао а где же небо опять спросили бессмертный ибо они познали истину раньше и цао молча указал на свое сердце вот мы про сердце уже говорили в контексте чьи льзы дао с точки зрения той нагрузки о которой не так просто повторяющего судить интерпретировать понять вот он и связан повторяю еще раз с тем что сердце есть ось мира в которой дао как раз и вершит свое свой путь и если не найти этого в себе то тогда дао не будет вершить этот путь сквозь меня создателем дао концепции дао как вы знаете является наверняка знаете является знаменитой лао цзы про лао цзы много легенд но если пытаться систематизировать эти легенды то все таки есть опора на которую указывают все известные историки китайской китайского даосизма это опора китайский историк Сэм Цяй он написал труд под названием исторические повествования и в этом труде и на него часто ссылалось повторяю еще раз указан год рождения лао цзы создателя принципа дао и соответствующей философии даосизма он родился согласно Сэм Цяй в 604 году до н.э. родился в царстве Чу срединых земель Китая царство Чу на юге срединых земель и больше ученик и будущий невероятно ученым был архиваром и библиотекарем в государственной библиотеке во времена династии Джоу в конце своей жизни в конце своей жизни согласно Сэм Цяню прожил он или 160 или 200 лет лао цзы он разочаровался в политике он разочаровался в людях и отправился на запад и находясь уже на границе срединного царства он встретился на пограничной последней пограничной заставе Китая он встретился с начальником этой пограничной заставы который вошел в китайскую историю о нем написаны тоже книги его звали Инь Си этот Инь Си простой ну скажем таможенник пограничник он обратился к лао цзы ла цзы приехал на Буйволе он путешествовал на Буйволе он сказал продиктуй мне свою истину и лао цзы несколько дней диктовал ему текст книги оставшейся в истории под названием Дао Дэ Цзин что в переводе существует множество разных версий сейчас попытаемся уточнить за доставшиеся 10 минут эти версии что больше всего в переводе можно таким образом перевести как канон пути дао это путь и его благой силы вот Дэ это особый вид силы который связан с ДАО поэтому перед тем как уйти лао цзы встретился согласно опять же сын цианю встретился с Конфуцием Конфуцием тогда еще жил хотя бы что значит Конфуцием был младше лао цзы и Конфуцием уже занимался проблемой государственной гармонии Конфуцием создал теорию вы знаете что знаменитый Мао Зе Ду проведя страшную культурную революцию убив почти 60 миллионов китайцев в конечном итоге объявил в качестве главного пути философского Китая конфуцианство Дэн Сиао Пин который продолжал дело Мао Цзэ Дуна но в какой-то степени они в значительной мере ориентируются на конфуцианство но вот попытка создать например сейчас новую концепцию общества в России об этом уже объявлено это концепция консерватизма в значительной мере если хотите соответствует основной идее конфуцианства это опора на традицию без какой-либо рефлексии по поводу пройд-контр этой традиции это ориентир на безусловное уважение к старшим и ко всем умершим умершие все здесь согласно конфуцию и это конечно же совершенно особое повторение еще раз структура межличностных в том числе связанных с государственной гармонией отношений каждый занимает свое особое приличествующее ему место в сложной инфраструктуре государства и ответственнейшим образом выполняет свою функцию в этом сложном механизме под названием государства которые одновременно проникнут органикой традиции Ли мы уточним еще немножко так вот когда они встретились согласно автору Лао Цзэ сказал Кадву Цзэ о друг оставь свое высокомерие разные стремления мифические планы все это не имеет никакой цены для твоего собственного я больше мне нечего тебе сказать это все-таки совершенно позиция в отношении двух пытающихся в какой-то степени все-таки сотрудничать но все-таки больше конфронтирующие взгляды на проблему человека и его место в мире для нацизма я должен я должен затаиться в принципе которое называется недеяние неделание увы и познать Дао потому что это Дао укажет моему сердцу я должен решить проблему моей личности для конфуция эта проблема является вторичной я должен решать проблему сообщества я должен решать проблему гармонизации бытия в конкретном социуме в конкретном общественном обустройстве вот и потрясенный в какой-то степени конфуция отвечает сказал своим ученикам я знаю как птицы могут летать рыбы плавать дичины бегать но как дракон устремляется по ветру и облакам и поднимается в небеса и не постигаю ныне я узрел лава цзы и думаю что он подобен дракону дракон а дракона нам никуда не деться и может быть уже в следующий раз потому что безусловно тайна китая это тайна дракона и эта тайна дракона будет уже темой следующего занятия по к сожалению да и вот этот знаменитый этот барельеф в какой-то степени если хотите в Пекине находится в какой-то степени может быть является мифологическим таким знаком соответствующими конечно же вот коннотациями о тайне китайского начала если вы смотритесь это просто вопрос Китай не может не вызывать восхищения и удивления но какова если хотите идея китайской тайны вот тут к моей точки зрения есть много много поводов поразмышлять если конечно вы повторяю еще раз хотите хоть немного эту тайну разгадать Китай серьезная провокация для поиска русской идеи если конечно вы считаете что она не убита что она не мертва видите как это конечно нечто на первый взгляд архаичное на фоне глобализированной цивилизации средств современных информационных систем но эта цивилизация все таки я чувствую поэтому вас интересуют некоторые вопросы связанные с тайной эта цивилизация все таки не решает глобальных вопросов бытия более того она как будто бы враждебна самой тайне души человека может быть она уже отменила душу а те из вас все таки не собираются расставаться с тайной души имеет смысл может быть задуматься о тайне дракона с точки зрения законов искусства законов художественной образности это очень сложный знак дракона и особенно сложно то что это очень хорошо изображено на этом барельефе если вы смотритесь здесь два дракона которые нацелены своими раскрытыми своей раскрытой пастью нацелены на шемчужину и в общем в какой-то степени если хотите тайна дракона ведет нас в самые глубины китайской известной мифологической генеалогии которая связана с тем что все-таки первым правителем китая был знаменитый Шан Ди посланник неба который пришел в мир как дракон но почему этот дракон охотится за жемчужиной жемчужина испокон веков в искусстве обозначала душу жемчужина есть росинка утреннего неба которая отвердела и стала внутренней центром внутренней психологии каждого человека почему китайцы направили своих драконов на эту жемчужину я вам все время думаю вопрошаю потому что даже изображения сохранившиеся первые изображения Шан Ди например одно из самых древнейших вот этот Шан Ди он где-то на границе между драконством и человеком что это за образ как его тактовать как к нему относиться почему древние индусы о которых если вы немножко поговорили с их фантастической не вписывающей вообще современные принципиальности темпорологии и картины мира в этой картине мира мы все время контактируем с представителями сложных миров у них виманы корабли они прилетают и в этих мирах есть буквально те кого Джордж Лукас тоже хотя бы наметил есть рептилоидные существа и о них называют наги как в американском фильме день независимости что это такое индусы рехнулись или что это за символика как можно все таки ее трактовать ну вот на эти темы может быть поговорим в следующий раз потому что видите мало времени сегодня были поставлены вопросы большое спасибо все бежим Павлу Лунгину узнавать тайну родину просите пожалуйста до свидания 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 до свидания